Доброе утро, уважаемые зрители! В эфире очередной выпуск программы «Сила права». Сегодня мы будем говорить о защите прав граждан. И сегодня у нас в гостях старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии Елена Дармограева. Прокурор Малокарачаевского района Артур Чучаев и заместитель прокурора города Карачаевска Шамиль Хапаев. Добрый день! И по традиции нашу программу открывает Елена Дармограева. Прокуратура обладает широким объемом полномочий по защите прав и свобод граждан. Ежегодно значительное число заявителей обращается о восстановлении нарушенных прав именно в органы прокуратуры. Это говорит о том, что правозащитная деятельность Российской прокуратуры является наиболее эффективной и доступной для населения. В первую очередь, внимание прокуроров акцентировано на защите закрепленных в Конституции Российской Федерации прав граждан на охрану здоровья и своевременное получение медицинской помощи. На защиту жилищных, трудовых, пенсионных и иных социальных прав граждан. Реализуя предоставленный законом правозащитный потенциал, прокуроры применяют комплекс мер реагирования, направленный на восстановление прав граждан. В этих целях вносятся представления об устранении нарушений закона, приносятся протесты на противоречащие закону правовые акты, предъявляются заявления в судебные инстанции. При наличии оснований прокурорами по материалам прокурорских проверок возбуждаются уголовные либо административные дела. В этом году, благодаря надзорному ведомству, были пресечены нарушения прав граждан в различных сферах отношений. Прокурорами принимались меры к восстановлению трудовых прав граждан на своевременное и в полном объеме получение заработной платы. Устранялись нарушения в связи с необоснованным начислением оплаты за коммунальные услуги. В судебном порядке отстаивались жилищные права детей-сирот и молодых семей. При этом прокуроры добивались реального устранения нарушений законов, фактического исполнения судебных решений и выделения денежных средств для приобретения жилья. Благодаря прокурорскому вмешательству, по заявлениям предпринимателей, принимались меры к пресечению нарушений, связанных с несвоевременной оплатой, исполненных предпринимателями контрактных обязательств. Сегодня мы расскажем вам, уважаемые телезрители, о защите прав граждан в различных сферах правоотношений прокурорами Малокарачаевского района и прокурором города Карачаевска. Артур Халитович, многодетные семьи имеют право на получение земельных участков. Каким законом предусмотрено это право и как оно реализуется на практике? Законом Карачаевской республики о бесплатном предоставлении земельных участков семьями, имеющим трех и более детей, предусмотрено, что многодетным семьям выделяются земельные участки бесплатно в собственность. Формирование этих земельных участков и предоставление осуществляется органами местного самоуправления именно на территории каждого муниципального района. В администрации соответствующего муниципального района формируются земельные участки, подготавливается информация о таких земельных участках и сообщаются сведения о времени приема заявлений для предоставления соответствующим многодетным семьям таких земельных участков. Прокуратура района в рамках реализации своих надзорных полномочий и в ходе рассмотрения обращений граждан в текущем году были выявлены факты, что администрация района не на должном уровне осуществляется работа по формированию и своевременному предоставлению таких земельных участков многодетным семьям. В связи с выявленным нарушением земельного законодательства с целью восстановления прав многодетных семей прокуратуры района в суд в текущем году направлено 16 заявлений, часть из которых уже к настоящему времени удовлетворена, а часть из их заявлений находится на рассмотрении. Исполнение судебных решений в части своевременного и безусловного предоставления таких земельных участков многодетным семьям находится на контроле прокуратуры района. Артур Халитович, скажите пожалуйста, по каким основаниям заявителю может быть отказано во включении в реестр граждан нуждающихся в предоставлении вот этих самых земельных участков? Законом Карачаева-Черкесской республики предусмотрено три основания, при наличии которых отказывается в признании гражданина его семьи нуждающимся в улучшении жилищных условий. Первое основание это предоставление не в полном объеме документов, которые предусмотрены законом. В таком случае гражданин может повторно собрать документы и повторно обратиться. Второе основание это наличие на представленных документах недостоверных сведений. Третье основание это несоблюдение условия закона, согласно которому гражданин должен в течение последних трех лет проживать на территории соответствующего муниципального образования в Карачаево-Черкесской республике. Расскажите куда и каким образом могут обратиться граждане, имеющие детей за получением этих семельных участков? При администрации муниципального района создается комиссия, которая рассматривает на первоначальном этапе заявления граждан о признании их нуждающимся в улучшении жилищных условий для последующего предоставления многодетным семьям в земельных участках бесплатно. Соответственно заявители подают заявление и документы в администрацию района, которые рассматриваются и при признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий, он включается в реестр для бесплатного предоставления его семье или ее семье земельного участка бесплатно. Нарушения в жилищно-бытовом секторе, в частности при взимании оплаты за коммунальные услуги, насколько часто граждане обращаются к вам с такими заявлениями? Прокурорский надзор за исполнением законодательства жилищно-коммунального хозяйства носит у нас системный постоянный характер. В текущем году у нас, как и по-прежнему, в последние годы выявлялись нарушения, связанные с предоставлением таких услуг, как газоснабжение, водоснабжение. Отдельные нарушения мы фиксируем при осуществлении деятельности управляющими компанией. Исходя из анализа нашей прокурорской деятельности, каждое четвертое обращение гражданина связано с нарушением жилищно-коммунального хозяйства. Шамиль Алисултанович, как известно, прокурорами уделяется особое внимание в защите прав представителей бизнеса. С какими заявлениями обращаются чаще всего предприниматели в прокуратуру? Представители бизнеса общества обращаются к нам по различным вопросам. Руководством прокуратуры республики в прокуратуре города Карачаевска был проведен прием предпринимателей. На прием местная жительница обратилась по вопросу отсутствия на территории Карачаевска городского округа общественного транспорта. В связи с чем не обеспечивается возможность производимой молочной продукции? Это нарушает как права потребителей, так и ее права как индивидуального предпринимателя. В целях пресечения нарушений прокуратуры города Карачаевска в адрес исполняющего объединения мэра города Карачаевска было внесено представление, которое было рассмотрено и удовлетворено. По результатам рассмотрения представления прокурора, управлением строительства, коммунального хозяйства, транспорта и промышленности администрации Карачаевска городского округа были приняты на баланс два автобуса для запуска внутригородского маршрута. Также на прием обратились представители юридических лиц с несовременной оплатой выполненных по контрактам работ. Прокуратурой было внесено представление в администрацию муниципального образования, поэтому прокурорского вмешательства приняты меры погашения в полном объеме имеющей задолженности. В связи с несовременной оплатой контрактных работ, какие еще меры принимались прокуратурой? Прокуратурой города было проведено право исполнения законодательства о закупках при выполнении контрактных работ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Было установлено, что оплата выполненных контрактных работ по благосостоянию дворовой территории произведение своевременно. По результатам проверки в отношении виновного должностного лица прокуратурой города были возбуждены административные производства. Региональным министерством финансово-административные материалы были рассмотрены, удовлетворены, а правонарушительный наружный штраф в размере 30 тысяч рублей. Также было внесено представление в мэрию округа, по итогам расстояния которого нарушение установлено. Проблемы в сфере обеспечения безопасности дорожного движения устранялись ли они прокуратурой? Да, по результатам проверки по обращению местной жительницы об отсутствии светофорного регулирования дорожного движения вблизи образовательной организации. На оживленном перекрестке создавалась угроза жизни здоровья участников дорожного движения. После внесения прокуратуры в представление, выделенные деньги и средства проводятся работы по установке светофора. Шамиль Али Султанович, скажите, пресекались ли прокуратурой нарушения в области санитарного благополучия населения? Да, нарушения такого характера также устранялись. После прокурорского вмешательства по обращению заявителя была проведена проверка по сбросу источных вод из канализационного коллектора в реку Аманаус. Также проверка выявила, что не осуществляется должная нормативная очистка и обеззараживание источных вод на очистных сооружениях канализационной системы поселка Домбай. По результатам надзорного мероприятия в отношении должностного лица Домбайский водоканал возбуждено дело об административном правонарушении. Прокуратурой города также были внесены представления в адрес директора Домбайский водоканал, а также главы администрации поселка Домбай. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения в виде сброса кондиционных вод в водный объект были устранены. Наша программа подошла к концу. Уважаемые гости программы, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам успехов в работе. А вам, уважаемые зрители, я напоминаю, что это была программа «Сила права». До новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин